Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Территория права». Говорим сегодня о наследстве, отвечаем на ваши вопросы, ну и, конечно, принимаем звонки по телефону студии 202-11-22. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы, и сегодня на них будет отвечать нотариус города Самары Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, мы начинаем с вопросов, которые к нам поступили по электронной почте, уважаемые телезрители, поэтому слушайте ответы, ну и, конечно, как я уже сказала, мы ждем ваших вопросов. Вот такая ситуация следующая, спрашивает телезритель. Есть две трехкомнатные квартиры, мать и две дочери прописаны в одной из них. Также она приватизирована на одну из дочерей. Собственно, вторая квартира – мать. В случае, когда остаются две дочери, какие права на недвижимость имеет каждая из них? И что нужно заранее предусмотреть, чтобы каждая из дочерей досталась по отдельной квартире? Ответьте, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что квартиры приватизированы, две в собственности, и одна квартира принадлежит маме и дочери, а другая квартира принадлежит только дочери. Самый идеальный вариант, если нет никаких конфликтов и нет никаких секретов, так сказать, между родственниками, то можно оформить при жизни путем отчуждения одной доли принадлежащей матери в пользу одной дочери, тем самым она объединит свою долю и подаренную долю от мамы, а вторую квартиру оформить в пользу другой дочери. Тогда при жизни будет одна квартира оформлена на одну дочку, и вторая квартира будет оформлена на другую дочку. Договор дарения в данном случае будет, если эта доля квартиры подлежать обязательному материальному удостоверению, налог на подаренную долю и квартиру будет отсутствовать, так как это будет совершение сделки между близкими родственниками. При этом необходимо, конечно, маме прежде всего ответить себе на вопрос о том, готова ли она сразу стать просто гражданином, который будет только лишь прописан в этой квартире, потому что собственниками и владельцами уже будет и одна дочка, и вторая дочка. Договор вступит в силу сразу после государственной регистрации, и на судьбу дальнейшего этого имущества мама не сможет никак повлиять. Если она не имеет полного доверия к тому, что дочки будут надлежащим образом распоряжаться этим имуществом, и она хочет иметь какую-то свою долю, то распределение имущества может быть только тогда завещанием. На случай смерти, когда распределяется одна доля в пользу одной дочери и другая квартира в пользу другой дочери, но завещание вступит только в момент смерти. Инна Борисовна, есть, по-моему, еще и завещательный отказ, верно, когда мама будет иметь право проживать в этой квартире? Да, но в данном случае мама будет делать от себя это завещание, да, и поэтому она может только сделать завещательный отказ в пользу одной из дочерей. Я думаю, что в данном случае это не актуально, поэтому, еще раз повторю, если нет никаких конфликтов, это можно решить с помощью дарения. Спасибо, у нас есть звонок, мы приветствуем вас. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Говорите, алло, здравствуйте. Алло. Да, слушайте. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, это Бройна Нина Андреевна. Здравствуйте. Мы вот продали квартиру в Самадской, и нам прислали за три года или больше за капитальный ремонт. Там домов вообще нет по Самадской. Вот этот квартал не существует, они подлежат расселению. А мы 13 тысяч заплатили за капитальный ремонт. Кто их будет ремонтировать? Ну, я сразу вам скажу, что этот вопрос не совсем к нотариусу, потому что нотариусы компетентно отвечают по наследству, по завещанию, брачному договору и тем нотариальным сделкам, которые перечислены. Поэтому, Инна Борисовна, вы как-то прокомментировать просто можете? Я могу только прокомментировать, что оплата за капитальный ремонт по недвижимому имуществу, она следует судьбе недвижимого имущества. И если продали квартиру с какими-то неоплаченными платежами, в частности, по капитальному ремонту, то они перекладываются на новых покупателей. Поэтому очень важно при продаже смотреть именно факты оплаты такого имущества. Если какой-то вопрос о недоверии, то нужно просто подойти в фонд капитального ремонта и строительства. Спасибо. Мы продолжаем прямой эфир. Дозванивайтесь к нам, уважаемый телезритель. 202-11-22. Телефоны в студии работают. Также периодически на наших экранах появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, куда вы только, пожалуйста, в рабочее время дозваниваетесь. И консультант также вас проконсультирует и ответит на ваши вопросы. Итак, следующий вопрос. Умер дедушка и пропала сберегательная книжка. Что делать? Куда можно обратиться по восстановлению книжки? Вот, я так понимаю, недополученные какие-то средства. Восстанавливать книжку совершенно не нужно. Необходимости такой нет. Самое главное, нужно завести наследственное дело. В вопросе не сказано, когда умер дедушка. Поэтому, если он умер не так давно, то у вас есть 6 месяцев. Чтобы принять наследство, обратиться к любому нотариусу по последнему месту жительства, если проживал он в Самаре, то к любому нотариусу Самары, если в Тольятти, то к любому нотариусу города Тольятти и так далее. Вот. Сберкнижку при этом не нужно иметь. Нужно иметь стильство о смерти. Если дедушка он ваш, то все документы, подтверждающие родство. То есть, по всей видимости, обращается внук. И, видимо, внук имеет право наследовать по праву представления. Видимо, его предшественник, к сожалению, умер ранее, чем дедушка. Поэтому нужно всю цепочку родственных отношений восстановить. Это свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, например, отца или матери. Справочку взять с последнего места жительства и обратиться к нотариусу. Нотариус сделает в электронном виде запрос Сбербанк. Сбербанк поднимет все принадлежавшие наследодателю вклады. При этом, возможно, будут какие-то компенсации по закрытым счетам, недополученные денежные средства, либо еще какие-то индексации, которые дедушка при жизни не получил. И тогда вы сможете получить сельство о праве наследства у нотариуса и предъявить его в Сбербанк, чтобы вам уже были начислены на вашу сберкнижку, либо на вашу банковскую карту, либо выдали наличными денежными средствами те денежные средства, которые были у дедушки. Вы сказали, если не пропущен срок. Если прошло 6 месяцев, то все? Если прошло 6 месяцев, но вообще, к сожалению, сберкнижки нет в наличии, потому что владение каким-то имуществом, оно тоже подразумевает фактическое принятие наследства. Может быть, внук проживал вместе с дедушкой, это будет тоже факт принятия наследства доказательством. Может быть, есть факт оплаты коммунальных платежей, каких-то налогов, факт владения еще каким-то имуществом, что может нотариусу помочь в бесспорном порядке доказать факт принятия наследства. Если никаких таких фактов нет, то нужно будет обращаться в суд, чтобы восстанавливать именно срок для принятия наследства, но не сберкнижку. То есть даже наличие одного факта пользования имуществом уже доказывает принятие наследства? Ну, это должен быть, да, тот факт, что, может быть, какие-то коммунальные платежи, оплата каких-то платежей, которые должен был сделать наследодатель, но не сделал их ввиду смерти. Еще раз здесь подчеркну, индивидуальный такой характер и субъективность. В данном случае каждый нотариус, конечно, оценивает самостоятельно по совокупности всех фактов. Можно ли это принять как факт владения и управления наследственным имуществом? Если какие-то, конечно, сомнения есть, то нотариус отправится в судебный порядок и восстанавливает срок для принятия наследства. Но, тем не менее, есть методические рекомендации у нас, которые позволяют в совокупности оценить некоторые доказательства вступления и во владение наследственным имуществом. Спасибо большое. 202-11-22. Телефоны в студии. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самара Инна Борисовна Хайкина. Поэтому дозванивайтесь, уважаемые телезрители. У вас есть возможность задать вопросы по наследству, по завещанию. Если они у вас есть, то, конечно, не упустите такой возможности. Дозвонитесь к нам в эфир. Сегодня, сейчас и задавайте свои вопросы. Инна Борисовна, вот такой вопрос. Что будет в случае снятия денег со счета по доверенности, если доверитель умер? Сведения о его смерти в банк не поступали. Наследников, кроме доверенного лица, нет. Ну, это совершенно неправильное будет действие, снятие денежных средств по доверенности в том случае, когда доверитель умер. Правильно я поняла вопрос? Потому что в рамках гражданского кодекса доверенность прекращает свое действие в случае смерти доверителя. Так же, как и в случае смерти поверенного того лица, в пользу которого сделана такая доверенность. Поэтому это будет неправомерное пользование таким документом. И, в принципе, сейчас очень много электронных ресурсов, в которых можно сделать запрос. И банк тоже может запросить факты действия этой доверенности. И запрашивает ли, кстати, если, допустим, к премьеру такой обращается, просите? Но дело в том, что у банка уже могут быть сведения о смерти. Например, если дедушка выдал доверенность одному сыну на распоряжение денежными средствами, а другого сына имеется завещание в пользу, например, на распоряжение денежными средствами какого-то определенного счета. И если нотариус уже какой-либо сделал запрос в банк, при этом указал фамилии, имя, отчество, даты вырождения, даты смерти, то все, в Сбербанке сразу, как в единой системе, появляются уже сразу данные о факте смерти. Поэтому такие данные могут быть. Такие данные могут впоследствии появиться, что чаще всего бывает. Бывает. И заботы о судебные дела, вы хотите сказать? Я не могу сказать о судебных делах, я могу сказать о том, что потом это явный конфликт между наследниками. Потому что все равно нотариус запросит денежные средства на момент смерти. На момент смерти явно была какая-то определенная сумма. Ведь по доверенности снимают уже после смерти. И если есть другой наследник, то сразу будет конфликт, потому что первый наследник незаконно овладел наследственным имуществом. Это решается потом, конечно, либо в судебном порядке, либо как-то между собой наследниками. Потому что нотариус выдаст свидетельство о праве наследства на те денежные средства, которые были на момент смерти. Мы не выдаем денежные средства сами. Мы выдаем документ на право требования этих денежных средств. Поэтому с этим документом наследники идут в банк. А если по доверенности такие деньги были сняты, то этих денежных средств нет. То есть в любом случае виноват уже здесь недобросовестный наследник, который воспользовался и пришел. Да. Поэтому строго не рекомендую так делать. Это неправильно. Это выводится из заблуждения не только себя, но и других наследников и банк. Банк в данном случае, конечно, если у него нет сведений, он добросовестно будет выдавать денежные средства. Самое правильное – это, конечно, оформить это с помощью нотариуса. Процент от выданных денежных средств как госпошлина отсутствует. То есть все выданные денежные средства полностью освобождаются от госпошлины. Берется только незначительная плата за техническую работу. Поэтому оформить право наследования на денежные средства совсем несложно и госпошлина минимально. Спасибо большое. Ну что же, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваших вопросов. Успейте к нам дозвониться. 202-11-22, телефоны в студии. Программа «Территория права». И следующий вопрос, Инна Борисовна. Может ли человек оформить наследство через 10 лет после вступления права на наследство в силу? Сколько лет действует право на наследство? Ну, двояко можно прочитать этот вопрос. Если на какую-то часть наследство уже было оформлено, то да, конечно, никаких сроков не существует. Видимо, было оформлено на квартиру, и свидетельство о праве наследства было получено, и, возможно, наследники вспомнили о каком-либо другом документе. Конечно, или о каком-либо другом объекте, который принадлежал наследодателю. Конечно, тогда наследнику нужно обратиться к нотариусу, к тому, у которого было открыто это наследственное дело, и оформить наследственные права на иное имущество. А если же имеется в виду, что наследник получил свидетельство о праве наследства, например, на ту же квартиру, и не обратился в регистрирующий орган, то также никаких сроков не существует, и можно и сейчас обратиться и зарегистрировать право собственности на унаследованный объект. Спасибо. Следующий вопрос задают. Квартира приватизирована, и вписывались 4 человека. Отец, мать, я и сестра. Вот мать недавно умерла, квартира была на ее имя. Какие нужны документы, и что нужно написать за заявление, чтобы квартира была правильно разделена? Наследство на квартиру не составлялось, но здесь имеется, наверное, завещание. Возможно ли, что квартиру полностью заберет отец? Вот заранее спасибо за ответ. То есть наследники 4. Отец, мать и две сестры, я так понимаю. И завещание не было, да? Да, завещание не составлялось, и вот возможно ли, что наследство полностью в качестве квартиры заберет отец? Если завещания не было, то наследники в первую очередь – это дети, супруги, родители. Из вопроса следует, что родителей нет, но есть супруг и есть дети, да? Поэтому наследство будет оформлено в равных долях. При этом не стоит забывать о факте совместно нажитого имущества. То есть если супруг жив, отец, да, получается, то, значит, возможно, приобреталась квартира на возмездной основе, например, на основании договора купли-продажи. Поэтому супруг, переживший, заберет половину этой квартиры, а другая половина будет наследоваться всеми наследниками в равных долях. В том числе и отцом, да? Да, в том числе и этим отцом, который получит это наследство. Спасибо. Есть звонок на линии, мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Михайловна вас беспокоит. Очень приятно, говорите. Вот у меня, в общем, как вступить в наследство прававки, правнуку? Если дочь не вступала в наследство матери, было утеряно во время бомбы, рубежки, свидетельство о рождении. Сейчас найдено по запросу. Разница в дате, число не совпадает, 18-е и 19-е. А почему? Фамилия одной тоже у матери и дочери были, но все они сейчас мертвые. Остался один вот правнук. Нужны дополнительные вопросы? Не отключайтесь, пожалуйста. Да, я хотела бы уточнить, а какая последовательность у умерших? Кто первый? Умерших сначала мать, умерла потом ее дочка, потом сын дочери. Внук получается? Вот остался внук. А наследство в чем состоит? На кого оно оформлено? Там компенсации только. Ни на кого не было оформлено. Они жили вместе. И фамилия одна. Хорошо. Кому принадлежали счета? Кому принадлежали? Счастливой никому. Одной бабушке и все. Бабушке принадлежали счета. Спасибо. Ну, в данном случае, я полагаю, что нужно не правнуку оформлять, вернее, да, он правнук, но в данном случае нужно оформлять вот молодому человеку, который остался в живых, после его родственника. Потому что он не по праву представления, все были последовательно после друг друга, как бы они унаследовали все имущество. Просто они не успели его оформить до конца, не успели дойти до банка, не успели дойти до нотариуса. Как я поняла, были последовательные факты смерти. Поэтому нужно открывать наследственное дело после последнего умершего, в данном случае. После бабушки, если это правнук, правильно? Не после бабушки, а вот после родственника вот этого, так скажем... Правнука. Правнука. Ну, то есть, наверное, после его матери. Потому что мать, в свою очередь, унаследовала от своей мамы, та унаследовала от своей мамы и так далее. Потому что можно было открывать наследственное дело после бабушки для правнука, если бы она последняя бы умерла. А так как она умерла раньше всех, и все как бы предполагаются, что они приняли наследство, нужно открывать наследственное дело в данном случае после последнего умершего. Это вообще возможно, Инна Борисовна, вот такая ситуация, которую мы сейчас слушаем телезрители? Да, возможно. Просто если совсем не... Ну, вы сказали, что у вас не совпадает одна дата, дата рождения, конечно, это восстанавливается только в судебном порядке. Учитывая, что достаточно прошло уже много времени, сразу признается право собственности в порядке наследования. В данном случае можно без заведения наследственного дела обратиться в суд за признанием права собственности в порядке наследования, на денежные средства. Почему в судебном порядке? Потому что отсутствуют документы, подтверждающие родство. Ну, в идеальном состоянии их нету, дата рождения не совпадает. И, наверное, ввиду того, что никто вовремя не вступил в наследство. Конечно, суд в данном случае будет запрашивать либо нотариальную палату, либо определенного нотариуса, либо вообще воспользуется открытой базой доступа по наследственным делам, были ли заведены наследственные дела после каждого умершего. Это нужно проследить. Если они не были заведены, в судебном порядке это можно подтвердить другими фактами, что было либо фактическое принятие наследства, либо был какой-то другой момент, который позволит оформить наследство. Но в любом случае это все решаемо. Спасибо большое. Но вот когда вы говорите в судебном порядке, обращение в суд, то у меня сразу складывается впечатление, что нужен, наверное, адвокат или юрист, который поможет, или может помочь просто консультация нотариус. В данном вопросе поможет составлением документа, и все это самостоятельно можно справиться. Вот в данном случае, если это молодой человек, будет искать пути решения этой проблемы, возможно все-таки справиться с этой ситуацией самостоятельно? Вот как вы считаете? Ну, скорее я, конечно, бы порекомендовала обратиться к специалисту, именно к специалисту, юриста, адвокату, который именно специализируется по наследственным вопросам, потому что в данном случае нужно много поставить вопросов в суду, которые, так сказать, нужно будет закрыть именно в судебном порядке. И если они до конца не будут закрыты, то нужно будет в любом случае открывать наследственное дело. У нас есть постановление Верховного Уста, которое нам говорит по делам о наследовании, что в случае, если 6 месяцев уже прошло, то можно избежать, если в бесспорном порядке нельзя это оформить у нотариуса, то можно перед судом поставить вопрос сразу о признании права собственности. Поэтому, чтобы правильно написать исковое заявление, конечно, я бы порекомендовала обратиться к какому-то определенному юристу. либо найти, конечно, похожую форму в интернете и прийти к нотариусу и проконсультироваться, правильно ли заданы все вопросы в суду. Спасибо большое, Инна Борисовна. У нас есть еще время в эфире. 202.11.22. Повторяю, телефон, ну, собственно, вы их видите на экранах. Также возьмите себе на заметку телефонный сайт нотариальной палаты, который также очень информативен. Может быть, на какие-то элементарные вопросы вы можете найти ответы и там. Ну и также позвоните в нотариальную палату Самарской области в рабочее время. Консультант всегда ответит на ваши вопросы. Мы продолжаем наш эфир. Время есть дозванивать. Следующий вопрос. Вот такой. После смерти родителей по завещанию было оставлено недвижимое имущество сыну. Находясь в тяжелом психологическом состоянии, он подписал отказ от наследства в пользу тети. Возможно ли вернуть наследство в судебном порядке законному наследнику? Ну, в судебном порядке, конечно, это возможно. При этом, конечно, это совсем редкий случай. Мы очень внимательно и досконально объясняем о последствиях каждого нотариального действия. И порой бывает, что приходит с вопросом об отказе от наследства, оформляется в себе иной документ заявления о принятии наследства. Именно потому, что нотариус подробно разъясняет последствия отказа. Это как отказ от права собственности. Но отказ также пишется у нотариуса. Поэтому здесь вопрос о тяжелом психологическом состоянии. Опять же вопрос, да? Потому что нотариус смотрит, разговаривает. Есть презумпция нотариального акта. И в Гражданском процессуальном кодексе она подтверждена. И в Рабитражном процессуальном кодексе она подтверждена. Поэтому не могу сказать, что суд будет на стороне такого заявителя в данном случае. Отказ был направлен в пользу определенного лица. И психологическое состояние вряд ли, наверное, может повлиять. Если у нотариуса были бы сомнения, он, в принципе, бы не оформил такой документ. Но вместе с тем разные бывают состояния и заблуждения. Может быть, какие-то были, конечно, психотропные таблетки приняты. Конечно, мы не можем и не имеем права об этом знать. Это все-таки медицинская тайна. И это, конечно, только на усмотрение суда. Но не раз разъясняется при оформлении отказа и прописывается в каждом отказе от наследства, что отказ не может быть изменен, не может быть взят обратно. Отказ в данном случае делается не под условиями, без оговорок. Что это и не является кабальным документом. И, конечно, порой на консультации мы настолько сгущаем краски, что ни в коем случае не отговариваем, но наследники изменяют свою позицию и свое мнение. Потому что если есть какие-то устные договоренности между наследниками о том, что сегодня я откажусь, я получу какие-то денежные средства, это неправильно. И это нельзя прописать в заявлении об отказе от наследства. Это безусловная сделка, которая абсолютно в апелляционном порядке отказывается абсолютно от всего наследства в таком случае. Поэтому если наследник, естественно, один на один с нотариусом говорит о каких-то конфиденциальных вещах о будущих перечлении денежных средств либо о каких-то других денежных средствах, которые ему отдадут другие наследники от унаследованного имущества, такой документ никогда не будет оформлен нотариусом. И, конечно, мы просто переделываем этот документ на заявление о принятии наследства. Поэтому, на мой взгляд, не могу сказать, что будет такой документ в однозначно принятый судом как недействительный. Но каждый гражданин, конечно, имеет право на защиту в судебном порядке. Нужно какие-то документы медицинского плана предоставить ей характер. Подтверждение своих слов. Инна Борисовна, вот вы сказали, отказавшись раз от наследства, нельзя его вернуть. Но вот, к примеру, если человек отказался от наследства матери, он же ведь может принять наследство от отца? Да, конечно. Это два разных субъекта, это два разных лица. Я имею в виду и дальше там отец, дети и так далее. Это речь идет, что отказ от наследства после одного умершего в рамках одного наследственного дела распространяется на все имущество. Потому что самое частое заблуждение наследников, что можно принять один вид имущества и отказаться от другого. Можно наследовать автомобиль и отказаться от квартиры. Такого быть не может. Нельзя. Есть соглашение о разделе наследства, есть потом в дальнейшем договоры дарения. Можно решить на добровольной основе любым договором и распределить это имущество. Но ни в коем случае нельзя принять один объект и отказаться от другого. Спасибо большое. Еще один вопрос. Наверное, я успею вам задать. Отец умер пять месяцев назад, у него была вторая семья. В завещании указано, моя доля имущества, мне показали завещание в день похорон, сразу после похорон вода отца уехала к родственникам в Сибирь, и я не знаю, как с ней связаться. Какие действия мне нужно совершить для принятия наследства, пока не прошел срок? Прежде всего нужно обратиться в органы ЗАГС, взять повторное свидетельство о смерти отца и обратиться к нотариусу, к любому, чтобы посмотреть, заведено ли наследственное дело, либо нет. Либо самостоятельно обратиться через интернет-ресурс к базе наследственных дел, чтобы посмотреть, открыто наследственное дело или нет. То есть не нужно искать родственников, связываться и так далее? Для начала нет. Для начала нужно посмотреть. Если вдруг наследственное дело открыто, то нужно обратиться к тому нотариусу, и даже если нет завещания, нотариус его разыщет сам. Если оно вдруг уже в материалах наследственного дела, то при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего родство, нотариус даст ознакомиться с содержанием завещания и с материалами наследственного дела. Так. Если наследственное дело не открыто, то с свидетельством о смерти, с документами, подтверждающими родство, нужно идти к нотариусу и открывать. Даже если доли в завещании есть. Да, конечно. Если завещания нет на руках, это совершенно не страшно, потому что в любом случае нотариус в этот же день или на следующий, когда открывает наследственное дело, он запрашивает единоинформационную систему нотариата о всех составленных таким лицом завещаний. И если его нет на руках у наследников, то нотариус запросит этот документ у другого нотариуса. Либо отправит вас за дубликатом такого завещания. То есть это ситуация по всей России и не нужно переживать, что наследство открыто даже не в, к примеру, Самарском регионе. Да. Самое главное, нужно определиться, у какого нотариуса открыто, и оно должно быть одно. Просто если наследник уехал в Сибирь, может быть, просто хочет повременить и не хочет пока открывать наследственное дело. Может быть, последнее место жительства было умершего там. Тогда это другой вопрос. Но вы все равно можете это узнать посредством единой информационной системы, реестр наследственных дел. Вы можете так его найти. Набрать в интернете. Да, набрать в интернете и найти через поисковую систему. Если вам это трудно, со свидетельством о смерти у любого нотариуса мы говорим открыто наследственное дело или нет, и к какому нотариусу надо обратиться. И коротко, Инна Борисовна, прям вот буквально короткий ответ. Скажите, а если, допустим, наследник предполагает, что на него есть завещание, он приходит к нотариусу и говорит, вот здравствуйте, я такой-то такой-то, проверьте, пожалуйста, есть ли на меня завещание. Вы вправе это сделать? Только со свидетельством о смерти. Да, до этого это нотариальная тайна. Это нотариальная тайна. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я благодарю всех участников нашего разговора. Вы смотрели прямой эфир программы «Территория права». Дозванивать в течение недели в нашу редакцию. Оставляйте свои вопросы и обязательно в эфире программы я задам их нотариусу. Ну что же, следите за нашими анонсами. Программа «Территория права» всегда выходит в прямом эфире. Благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!